Это городские новости Челябинска в деталях в студии Намельникова. Здравствуйте! И вот основные детали этого выпуска. Первые недели у руля области, первые выводы, первый большой подход к прессе. Борис Дубровский расставил все точки над «и». Когда семеро по лавкам и зуб на зуб не попадает. Нам, как сказали, что сентября с того года, нам хотели газ провести. В доме многодетной мамы 13 лет нет отопления. В автомобильное училище переедут спортшколы. Минобороны готовы передать городу 7 объектов бывшего военного вуза. Самые непредсказуемые вопросы и не менее неожиданные ответы. На первом развлекательном стартует новый проект «Народ говорит». Семеро по лавкам без тепла. В селе Долгодеревенское, вот уже которую зиму, в буквальном смысле замерзает многодетная семья. Единственный способ хоть как-то согреться. Старый обогреватель, мощности которого хватает только на одну комнату. Как люди попали в такую ситуацию и почему проблему не могут решить уже 13 лет. Все подробности прямо сейчас. Школа? А где шарик у мальчика? Вот шарик у мальчика. А где у мальчика завтрак? Вот сосиска с хлебом, да? В кофтах, вязаных носках и даже в валенках. Играть, читать книжки и делать домашние задания дети могут, только одевшись потеплее. С 2001 года в доме Ольги Осколковой нет не только отопления, но даже и батарей, которые можно было бы починить. Многочисленные обращения в местную администрацию результата так и не дали. Мы ходили, нам как сказали, что с сентября с того года нам хотели газ провести, как бы трубы, все это. Туда пришли, он сказал, как поговорили все, он сказал, план показал, куда все ставить будет. Придете через неделю. При неделе пришли, он в отпуске. Потом я на работе была, мама пошла, он опять в отпуске. Как многодетная семья пережила 40-градусные морозы и представить страшно. Единственный источник тепла – старенький обогреватель. Итого хватает лишь на одну комнату. Дверь в коридор стараются открывать как можно реже. Слишком часто за эту зиму детям приходилось болеть. Попыткой обменять жилье, объясняет сестра Ольги, так же ни к чему не привели. Ходила на что-то обчежитие, как мать-одиночка, многодетная. Мне сказали, что из-за долгов не дают обчежитие. То, что долги у вас там. А за что платить? Отопления нет? Водой через раз пользуемся. Все, и вот живем в такой ситуации. Хоть каким-то спасением для малышей мог бы стать садик, но и тут главная причина отказа – долги. Впрочем, такая ситуация в селе, как утверждает Наталья, не только у них. Я так думаю, что детей много. Мы не одни такие, чтобы ходить, просить. Мы не одни такие. Ходим и просим. Кому-то дают, кому-то не дают. Вот так. У кого долги не дают, у кого нет долгов – дают. А то, что детей так много и все они маленькие. А им без разницы. Хоть 10 детей нарожайте. Получить комментарий от администрации Сосновского района нашей съемочной группе не удалось. Но за судьбой многодетной семьи мы будем следить и дальше. Анастасия Мельникова, Александр Андреевшагов, СТС, Челябинск. Первые недели у руля области. Первые выводы. Первый большой подход к прессе. Сегодня исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский вместе с полпредом по Уральскому федеральному округу Игорем Халманских ответили на все интересующие журналистов вопросы. Если не считать 16 января, когда пресс-конференция Бориса Дубровского длилась всего две минуты, это первый большой выход руководителя области к журналистам. За это время он успел познакомиться с самыми проблемными точками на карте Южного Урала. К непростой ситуации на ЗМЗ добавилась и еще одна. Будущее Челябинского тракторного завода. То, что мне поручил президент, то есть Златоустский завод металлургический, я там получаю основную практику, которую буду реализовывать во всех прочих местах. Вот сейчас вот там выработаем технологии решения этих вопросов, будем их тиражировать в других регионах. А пока, наверное, вот это самое главное. Ну, а по Челябинскому тракторному заводу 400 человек нам они уже выставили на сокращение. Думаю, хотелось бы сработать таким образом, чтобы это было все, что мы увидим в качестве сокращенных в этом году на этом предприятии. Еще одна волнующая тема – коррупция. Только за последний год на Южном Урале было заведено десятки уголовных дел. В поле зрения силовиков попали чиновники всех уровней. Любой руководитель всех органов власти в этом заинтересованы, чтобы ситуация действительно развивалась стабильно. Но, к сожалению, коррупцию еще никто не отменил и не победил у нас в стране. И действительно, с этими негативными проявлениями в нашем обществе мы будем бороться всеми силами и средствами, которые у нас есть, а их у нас вполне достаточно. Новый глава региона «Человек дела» Борис Дубровский уже провел десятки рабочих совещаний в городах области. И, кстати, добирался туда исключительно на автомобиле. Вертолет, который остался в ведении области, не задействовал ни разу. Более того, по некоторой информации, исполняющие обязанности губернатора Челябинской области планируют его продать, тем самым сэкономив для бюджета сотни миллионов рублей на обслуживание винтокрылой машины. Эти сведения в правительстве области пока не подтверждают, но и не опровергают. Юлия Анфалова, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск. Также сегодня Борис Дубровский заявил о том, что формирование нового правительства практически завершено. Кабинет министров и штат сотрудников аппарата укомплектован и сокращен на 50 единиц. 50 упраздненных штатных единиц в аппарате губернатора позволят за год сэкономить в бюджете порядка 50 миллионов рублей. Также руководитель региона заявил, основные назначения в кабинете министров состоялись. Незначительные изменения будут в нижних эшелонах власти и среди заместителей руководства Кабмина. Его уж и не ждали, а он все-таки вернулся. Накануне городская администрация приняла решение вернуть станцию междугородних автобусов к железнодорожному вокзалу. Фактически речь идет о переносе нескольких рейсов от юности к торговому комплексу Сенегория. Экономическую выгоду такого шага посчитал наш корреспондент. О том, что автовокзал хоть и частично, но все-таки возвращается на прежнее место, стало известно в пятницу 30 января. Городские власти решили пойти южноуральцам навстречу. Плюс такого решения очевиден. Станция Сенегория сможет значительно разгрузить станцию дворец порта «Юность». Потенциальные пассажиры в большинстве своем рады. Во всех городах стараются автовокзал подтащить к вокзалу, чтобы пересадка была у транзитных пассажиров полегче. Но я сразу выхожу, сажусь на автобусе, езжу в город Садков, Златоуст, в ту сторону, в гости, поэтому неудобно. Это очень удобно, это по старым традициям. Здесь все собираются, как бы сводятся линии, подъезжает всякий транспорт. А вот по незнанке искать же надо по городу, а у нас не путеводители, ничего. Это же и дорого, и такси дорого, и затрата времени гораздо же больше, правильно? Поэтому, я думаю, здесь гораздо лучше было бы, здесь рядышком. Эта автостанция станет четвертой в городе, откуда будут отправляться междугородные маршруты. Таким образом выигрывают не только пассажиры, но и перевозчики. Я думаю, ситуация изменится в положительную сторону, и дополнительный пассажир, которому удобно стыковать железнодорожный транспорт и автобусы, он, естественно, прибавится. Это порядка 10-15% от общего рынка пассажиропотока. Будущую автостанцию еще не начали реконструировать. Городские власти пока решают, какие именно маршруты переедут с юности на Сенегорье. Александр Куликов, Георгий Крысонков, СТС, Челябинск. На территорию автомобильного училища переедут спортшколы. Минобороны готовы передать в муниципальную собственность 7 объектов бывшего военного вуза. Сейчас Управление физической культуры готовит документы для федерального ведомства. Напомним, учебное заведение расформировали больше трех лет назад. Все это время площади простаивали, большая часть здания обветшала. Выпускники училища даже сняли несколько видеороликов о бедственном состоянии автомобилки. Теперь Минобороны решила передать 7 зданий на баланс города. В них планируют разместить 4 спортивные школы по пятиборью, дзюдо, стрельбе и секции для детей с ограниченными возможностями. По подсчетам Управления спорта, администрации города, этот комплекс, когда заработает, может принимать до 2000 детей в сутки. То есть очень весомые цифры. Сколько времени уйдет на оформление бумаг и переоборудование помещений, пока непонятно. В мэрии заверили, постараются решить все вопросы в ближайшее время. Большой город крупным планом. Новости одной строкой прямо сейчас. Троллейбусное депо номер один ушло с молотка. Муниципальное предприятие Челябинский городской электрический транспорт выставило на аукцион 8 пустующих помещений. На три лота претендентов не нашлось, а вот продажа остальных пяти принесла Челябгет 41 миллион рублей. Морозы в регионе отступают. Уже ночью температура в городе составит минус 16 градусов, завтра днем минус 13. Несмотря на потепление, все подразделения МЧС по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности на особом контроле объекта ЖКХ и дороги. В Челябинске третий год подряд бэби-бум. Только за 2013 в городе родилось 1734 малыша, что почти на 600 человек больше показателя прошлого года. Кроме того, снизилась смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза и ДТП. Олимпиада с обручальными кольцами. В селе Агаповка планируют необычную свадьбу. В день открытия игр в Сочи в глубинке Челябинской области узами брака будут сочетаться две пары. Известно, что одна из невест пловчиха в бракосочетании решили устроить в спортивном стиле. На церемонии будет присутствовать один из факелоносцев, который зажжет символический олимпийский огонь, он же семейный очаг. Кстати, в преддверии зимних игр вновь в моде имя Олимпиада. Так девочек на Южном Урале стали называть еще в прошлом году. Сотрудники ЗАГС ожидают большой поток заявлений на воспевающую богов после окончания спортивных событий в Сочи. В прошлом имя Олимпиада появилось после прохождения Олимпийских игр. Но вот в нас как бы заранее, может быть, вспомнили Олимпийские игры 80-го года. Одно из самых необычных имен мальчиков в 2013-м – Эвериес среди популярных Артем, Александр и Максим. Девочек чаще называли Викторией, Марией и Анастасией. Зарегистрировано на 633 брака больше по сравнению с Високосным годом. Среди них есть союзы с египтянами и колумбийцами.